Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и добро пожаловать на очередную серию Redstone Tutorial. Нет, я на Redstone Tutorial, как я уже говорил, не забил. В общем-то, я лазил по YouTube, нашел довольно-таки интересную схемку у американцев. Ну, наподобие этой я построил свою схему. В общем, давайте ее рассмотрим, и потом я ее построю, собственно говоря, так, пардон. Вот, в общем, это вот такая вот пшеничная ферма. Давайте я, во-первых, уберу вот эту камеру, и, во-вторых, возьму 4 пшеницы, ростка пшеницы, и зайду в обычное выживание. Мы заходим вот сюда, мы видим перед собой такое вот небольшое поле, и видим нажимную плиту. Нажимаем, у нас закрывается дверка, и начинает с датчики выплевывать нашу костную муку. Мы ставим сюда пшеницу, ее, она мгновенно выращивается, и мы ее, собственно говоря, собираем. Вот, то есть, как вы можете заметить, мы ее собираем. Буквально тут за несколько секунд можно насобирать очень много пшеницы. Главное иметь хотя бы 4 ростка. То есть, и все, и схема будет, точнее, и будет все хорошо работать. То есть, вот так вот, как вы можете заметить, вот, уже набрали 22 пшеницы, 23 вот, думаю, достаточно. А уходим с нажимной плиты, и у нас раздатчики прекращают свою работу, и открывается нам дверка. В общем, такой вот механизм, он довольно-таки простенький. Я просто не знаю, что еще, что снимать в этой рубрике. И решил записать вот такую вот схемку для разнообразия канала. Так, давайте назад в креатив режим. И давайте рассмотрим саму схему. Схема выглядит у нас вот так. Не очень большая, довольно-таки компактная схемка. Вот так вот она выглядит. Ну и что ж, давайте ее построим. Вот тут у меня уже есть заготовочка небольшая. В общем, вот у нас есть вот такая вот тема. То есть, у нас такой вот проходик небольшой. Здесь у нас будет дверь располагаться. И здесь у нас будет раздатчик стоять. Тут раздатчик, а под раздатчиком вода. И, собственно говоря, наш пшениц, куда мы будем сажать пшеницу. Итак, что мы делаем, собственно говоря. Для начала нам нужно выставить дверь поршней, которые будут активировать нашу дверь. Давайте я сейчас сразу возьму все, что нам нужно будет. Нам нужен будет Redstone. Нет, Redstone блок нам не нужен. Redstone, Repeater, Fackle, ну и любой блок. В принципе, я думаю, этого достаточно. Ставим вот так и вот так. Это у нас будет первый поршень. Потом мы делаем вот такую вот арочку. И тоже ставим вот сюда поршень. Это у нас будет второй поршень. Вот такой вот у нас проходит получается. Так, давайте этот уберем сразу. Итак, начинаем подключать. Здесь мы... А, да, точно. Ставим нажимую плиту еще. Берем нажимую плиту. Ставим ее вот сюда перед нашей землей. Дальше. Ставим Redstone. Потом я буду иногда подлетать, подсматривать. Потому что я не очень помню, как она устроена, эта схема. Так. Ставим вот так вот факел. Теперь ставим вот так вот блок. И вот так вот Redstone. Ну и здесь Redfackle. Это у нас будет основная тема для подключения. Дальше. Здесь мы ставим Reapiter. Дальше ставим здесь... Так, по-моему, я слишком низко. Точнее, слишком высоко. Сделал все. Дело. А, нет, все правильно. Почему-то у меня... А. Нет, стоп. Почему у меня поршень? Стоп, 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 стоп. Я правильно хоть подключил все дело? Ну, в идее, да. В идее, правильно. Так, у меня почему-то... А, все-все-все-все-все, я понял, в чем причина. Дизвините, ребят, я эту схемку устроил дня два назад. И мне как-то не очень уже хорошо помнится, как я ее строил. В общем, вот так вот мы делаем. Вот эту вот всю тему. Мы вот так вот делаем. Потом мы убираем. Я еще раз подключу. Последний раз загляну, и все. И больше не будет. Да, вот так. Все правильно. Значит, ставим здесь Redstone. Здесь красный факел. И здесь мы ставим вот так вот блоки. Наши вот так вот, точнее. Наши блоки. Здесь мы ставим репитер без задержки. Здесь максимальный. Дальше ставим вот так блок раз, блок два и блок три. И здесь ставим Redstone. Все, нижняя часть у нас уже готова. Теперь подключаем нашу верхнюю часть. Ее я подключу вот таким вот образом. То есть ставлю здесь Redstone. Здесь Redstone факел. Здесь Redstone. Здесь опять блок. Redstone факел. Сверху блок. И вот так блок. И здесь опять Redstone факел. Все. То есть теперь при нажатии на нажимную плиту. У нас нихера не работает. Да, я наверное забыл положить Redstone здесь. Да, я забыл положить здесь Redstone. Вот так. То есть теперь при нажатии на нажимную плиту у нас будет закрываться наша дверка. И открываться. Отлично. Значит теперь. Что мы делаем теперь? Мы ставим вот так вот блок. Так я еще раз подключу, гляну. Да, 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 да. Все правильно. Ставлю вот так вот блок. Дальше ставлю здесь Redstone факел. Потом беру две воронки. Направляю я их друг к другу. То есть вот так. И вот в эту крайнюю воронку вложу любой предмет. Все. Теперь беру я... Ставлю вот здесь блок. Дальше беру компаратор. Ставлю его вот сюда. Ну и теперь начинаю это все дело я подключать. Подключать я это все буду вот таким вот образом. Нехитрым. То есть ставлю так. Потом ставлю вот так. Вот так. И вот так. Можно еще вот так продлить это все дело. Сделать здесь вот такую дорожечку небольшую. Так. И теперь здесь мы поставим Redstone раз. Дальше здесь мы поставим Redfakel 2. Дальше поставим здесь Repeater. То есть теперь у нас будут активироваться вот эти два наших, так сказать, блока. Да, да, блока. Теперь нам нужно сделать все здесь точно так же. То есть ставим здесь Redstone. Я думаю... Нет, он так активироваться не будет. Как я там подключал этот крайний? А, все ясно. Все ясно, все ясно. Подключаю я его вот так. То есть вот таким вот образом. Все. Схема у нас готова. То есть теперь осталось только лишь нам расставить воронки. Вот так вот. И сверху у них сундуки. Ну и запихнуть, естественно, в раздатчики костную муку. Ну, раздатчики, воронки и сундуки костную муку запихнуть. Это я сделаю просто так. То есть возьму, даже не буду там это все прям запихивать. Главное, чтобы ты схема работала. Я вам ее показал. Вот так. Теперь мы это все можем застраивать. Вот таким вот образом. Вот так. Ну и тут можно тоже какую-нибудь арочку. Вот так сделать. Вот. Все. Теперь мы убираем. Берем росток. Точнее, 4 ростка. Давайте возьмем 4 ростка. Вот у нас схема, по идее, должна сейчас работать отлично. Так. Проверяем. Так. Отлично. Вот она работает. Собственно говоря, я сейчас креативе. Поэтому у меня не ломается пшеница. Не выпадает точнее. В общем, вот такой вот простенький механизм. Я вам показал. Я думал, он пригодится вам. Долго-таки компактный, кстати, механизм. Его можно располагать близко друг к другу. То есть он все равно будет работать. Этот механизм. В общем, на этом я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok